Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами я, Пашкевич Ана, и в этом видео мы поговорим на тему весеннего посева дайкона. Дайкон широко распространен и употребляется в странах Азии. Изначально он выращивался в Китае, но по достоинству был оценен в Японии. В переводе с японского дайкон означает белый корень. Содержит большое количество полезных компонентов, в том числе различных минералов, витаминов и других веществ. Японцы, как никто, заботятся о своем здоровье, поэтому активно и выращивают, и употребляют этот овощ. К сожалению, на наши огороды дайкон входит достаточно плавно и зря, потому что только три овоща, такие как дайкон, редька и хрен, способны очищать как печень, так и почки, растворять камни и крахмалистые соединения организма. Но в отличие от редьки и хрена, дайкон содержит минимальное количество горчичных масел, он более нежный, более хрустящий, не будуражит сердечную мышцу, и таким образом может быть спокойно включен в рацион людей более старшего возраста. Дайкон относится к семейству крестоцветных, является родственником таких овощей, как капуста, редька, крес-салат, также редис и редька. Как и все крестоцветные корнеплоды, дайкон относится к овощам короткого светового дня. Что это значит? Это означает то, что по мере того, как день увеличивается, дайкон начинает переходить в генеративную фазу развития, активно выпускает цветоносную стрелку и переходит к цветению. По этой причине современными селекционерами создано и создается определенное количество сортов, которые можно и нужно выращивать не только высевом семян в конце июля-начале августа, но и проводить более ранний или весенний сев. Лучшими предшественниками перед тем, как высеять дайкон, являются такие овощные культуры, как картофель, томат, свекла, морковь и лук. Например, вы можете под зиму посадить лук, ранней весной его скушать и буквально уже от середины мая до конца мая провести весенний сев дайкона. Подготовку почвы следует начать с внесения минеральных или органических удобрений, которые стоит предварительно внести и затем перекопать. То, на какую глубину вы будете проводить перекопку или вспашку земли под выращивание дайкона, будет определяться размером корнеплодов и глубиной их погружения в землю. Есть сорта, которые погружаются в землю наполовину, на одну треть, а есть сорта, которые полностью находятся в земле. Эти характеристики, так же как и сроки высева дайкона, устойчивость к цветущности и к стрелкованию будут находиться на пакете с семенами. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Дайкон можно высевать двумя способами. Первый способ более распространенный. Он называется луночный способ. Когда готовится предварительно лунки на глубину 10-15 сантиметров. Расстояние между растениями или лунками будет составлять также 10-15 сантиметров и между рядами где-то 20 сантиметров. Есть более легкий способ, который называется строчный. Когда мы делаем углубление строчное, в это углубление помещаем семена на расстоянии около 20 сантиметров и между этими строками или рядами также оставляем 20-25, лучше 30 сантиметров. Для того, чтобы корнеплоды росли и развивались относительно в равных условиях произрастания. Если мы говорим о посеве в лунку, то рекомендуется высевать сразу несколько семечек. По мере того, как они взойдут через 4-5 дней, определиться с тем, какое из них наиболее крепкое оставить, а остальные удалить. И здесь важный момент. Дайкон также, как и редька, так и редис не любит прорывание. Иными словами, когда вы прорежете или прорываете ваши посевы, вы травмируете корневую систему соседних растений. Поэтому, когда мы говорим об удалении лишнего, имеется в виду не прорывание и прореживание, а прищипывание. И этого будет достаточно. С сходами дайконов активно появляются крестоцветные обложки, которые поражают семядольные листья. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо прибегнуть к некоторым хитростям. Например, укрыть ваши посевы нетканным материалом и держать его до фазы 2-3 настоящих листьев. Также вы можете попробовать просыпать посевы золой, но она не всегда спасает. Помимо этого, можно активно проливать посевы дайкона водой, поскольку крестоцветная обложка предпочитает сухие условия для своего развития. Надеюсь, я вас убедила в полезности дайкона и важности выращивать их ранневесенним посевом. Подписывайтесь на канал ProCuitok, рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Всего вам доброго!